Волонтерское движение «Ангела Рокота» появилось в октябре прошлого года. За свою пока еще недолгую историю участницы успели сделать многое – разработать и запустить производство подсумок. Кроме того, «Ангела Рокота» стали региональным отделением организации «Золотое крыло ангела», производящей тактические носилки для спасения людей. Материалов и волонтеров в достатке. Процесс изготовления запущен на поток. Не хватает только рабочих рук. Мы сейчас уже настолько все хорошо изучили, что в основном трудностей уже никаких нет. Только не хватает людей, которые бы помогли и шили. Швей у нас не так много. Процесс изготовления изделий занимает немного времени, но требует ответственного подхода. Сначала нарезаются стропы специальным аппаратом, потом волонтеры собирают форму будущего изделия и отправляют на пошив. Также «Ангела Рокота» делают подсумки по собственной технологии. Елена Глякова, являясь технологом швейной промышленности по образованию, подошла к процессу профессионально. Пришлось полазить в интернете, найти правильные выкрики, сделать несколько моделей экспериментальных. То есть, ну, все как в обычном пошиве. Свои изделия волонтеры презентовали главе региона Алексея Русских в рамках его посещения базы НВП «Рокот». Так, подсумки под гранаты, под магазины. Ну как, ребята отзываются, как ваши продукты? Ребята отзываются неплохо. Мы все делаем так, чтобы вам было удобно. В планах совместное изготовление маскировочных сетей с детско-юношеским военно-патриотическим движением «Юнармия». Предоставленная материальная помощь, помещение и техника от неравнодушных граждан позволили «Ангелам Рокота» запустить непрерывное производство изделий и создать собственную швейную базу. Волонтерское движение на этом останавливаться не планирует, поэтому с радостью обучит швейному мастерству единомышленников для совместной работы и примет любые виды помощи от желающих. Связаться с движением можно в телеграм-канале «Ангела Рокота». Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Уллправда.ТВ